То есть фактически получается, мы получаем судебный приказ, мы только получили судебный приказ, и вы сразу нам выставляете требование о погашении долга. Подождите, мы с момента принятия вот этого судебного приказа, мы его не получали. Мы только что к вам пришли, и вот мы получили судебный приказ. Здесь написано, что должник в течение 10 дней со дня получения судебного приказа имеет право предоставить возражение. А вы нам сейчас же выставляете требование. Чтобы предоставить мне скрафт, о том, что у вас обязательность в семье имеется. Можно посмотреть, пожалуйста, требование? Так, вот у нас указано в требовании. Исполнить требования, содержащиеся в исполнительном документе. То есть вы нам выставляете, мы только что получили судебный приказ, а вы нам выставляете требование исполнить содержащиеся в исполнении документа. Здесь указано, подождите, у нас вот сегодня получается 11 число. 10 дней у нас дается на получение возражения. То есть мы можем подать возрождение. А вы нам выставляете, что мы уже 17 числа в 12.00 должны погасить всю сумму. После 5 дней. На дурабольный суд имеется 5 дней. Но подождите, мы только что получили судебный приказ. То есть по истечении 10 дней, то есть 21 числа вы можете выставлять нам требования. Ну, а почему вы сейчас нам выставляете требования? Здесь написано, что я могу требования вам в том, что после 10 дней. На счастье есть после возрождение, после того, как вы предоставили нам. Мы только что получили судебный приказ. Мы его не получали. Вы идете сейчас, пишете заявление. В смысле по вашему закону? 229 закон чего? Лично адресовая Ангелина Александровна или Томаева? По судебным признакам. И один день, 21 числа и плюс еще 5 дней. Вы нам выставляете весь счет на 17 число. Хотя сегодня 11, и мы только что получили судебный приказ. Нам он по почте не приходил. Но здесь добровольный срок в документе указан, что у нас есть 10 дней на обжалование. То есть получается, к вашим 5 дням должно еще 10 прибавляться. Нет, у них 5 дней. Хорошо, мы поняли. В отделе судебных приставов свои законы и у них только 5 дней. Я правильно поняла, да? То есть у нас только 5 дней. То есть то, что написано в судебном приказе, не имеет значения, да? Вы будете отменять, 10 дней у вас есть. Ну подождите, как мы можем отменять? У нас и 10 дней есть, когда вы нам уже выставили требования в 5-дневный срок. То есть сейчас вот грядут праздники. Ну вот просто у вас один документ противоречит другому. Здесь написано, что у меня есть 10 дней. То есть я могу в течение 10 дней, могу, например, в последний 10-й день пойти и написать, и предоставить вам справку. А в требовании указано 5 дней. То есть я не понимаю, как это, то есть, как это стыкуется. То есть вот у меня не стыкуются два документа. Судебный приказ, в котором, то есть у меня, например, есть 10 дней на то, чтобы возразить. Потому что сейчас идут праздники, потом выходные. То есть просто я этого не успею, да, сделать. А здесь вы мне выставляете требования в том, чтобы в течение 5 дней. И говорите о том, что в вашем законодательстве судебных приставов есть только 5 дней. То есть а здесь, например, в судебном приказе, с момента получения приказа по законодательству Российской Федерации... Это 10 дней? 10 дней. То есть 10 дней у меня есть. Я хочу свои 10 дней, которые мне положены по закону на возражение. Выставляете 10 дней, и после 10 дней я к вам прихожу в адрес, и тогда уже требования исполняю. Вот, договорились, все. То есть по истечении 10 дней вы выставляете требования. Спасибо.